Всем привет! Меня зовут Светлана и я продолжаю рассказывать вам о тонкостях отдыха в Анапе. Многие из вас наверняка каждый раз собираюсь куда-то в поездку. Разумеется, если вы едете дикарем, ну или хотя бы планируете располагаться в частном секторе, то наверняка залазите на различные сайты об Анапе, ну и о других курортах. Например, Авито, тот же самый, Хочу на Юга и прочие другие, которые располагают информацией о жилье в Анапе и поселках, прилегающих к ней. И вот на одном из них я нашла отзыв реальных людей, которые отдыхали у нас в этом году в октябре. 4 октября приехала пара из Москвы. И сейчас расскажу вам об отзыве, который оставила эта пара. Надеюсь, вам будет интересно и, может быть, во многом вы узнаете в этих героях и себя, потому что, честно, история очень жизненная, правдоподобная. Я думаю, что это не придуманный рассказ, а в действительности так оно и было. Напоминаю, что читаю от первого лица так, как написано. Ну что, поехали. Впечатления от бархатного сезона на Черноморском побережье. Есть люди, которых без моря начинает подламывать. Таковы я и Игорь. Минимум дважды в год вырывающиеся из Москвы подпитаться энергией огромной акватории. В этом году в трудах праведных мы прозевали лето. И с местом для бархата пришлось определяться уже в октябре. Выбор пал на отдых в Анапе. Почему Анапа? Вардоне, Лоо, Сочи, Альгинка, Кабардинка. Опять Вардоне, опять Кабардинка. Местички замечательные, но как-то одинаково замечательные что ли. С похожими кафешками, набережными, рядами сувенирных лавок. Нас же потянуло на неиспытанное. Знали, Анапа стоит особняком среди прочих городов-курортов. И ни на один не похоже. К тому же понимали, в октябре уже не пляж будет главным в распорядке дня. Поэтому возрастало значение сверхпляжных мероприятий, которых, как мы начитались, в Анапе предостаточно. Итак, 4 октября в 4 утра наш форт выдвинулся по маршруту Москва-Анапа. Автопутешествие – наша общая с Игорем страсть, и мы добираемся до моря исключительно на собственной машине. Традиционный стресс первого отпускного дня. Впрочем, этот вид стресса часто обусловлен ошибками самих отпускников. Я вот о чем. Мне вдруг захотелось арендовать частную квартиру в многоэтажном доме «Центральная Анапа». Размечталась о свободе от любых распорядков и безраздельном хозяйничье в съемном жилье. Многие анапчане стремятся заработать на сдаче квартир приезжим. Предложений великое множество и на моносайтах, и на ресурсах-агрегаторах. Так вот, забегу вперед. Никогда не ведитесь на картиночный лоск онлайн-иллюстрации сдаваемых квартир. Часто фотографии ловушки не совпадают с реалиями. Смотрите, чтобы на фотографиях квартир был логотип сайта, который рекламирует его. В большинстве случаев это значит, что фотографии делали они сами. Особенно будьте осторожны с квартирами на авито. Мы въехали в Анапу уже затемно, лил сильный дождь. И нам, тогда еще не знавшим города, пришлось пусть даже с навигатором сильно напрягаться, разбирая в потьмах номера домов и название искомой улицы. Нервировало и то, что хозяин забронированный накануне из Москвы квартир долго не брал трубку. Наконец, уже поздней ночью мы занесли чемоданы в жилище, которому предстояло на две отпускные недели стать нашим. Хозяин сфотографировал наши паспорта, вручил ключи, взял задаток за сутки, с тем, чтобы завтра получить все остальное. И довольный собой оставил нас. Но уже через 10 минут я подошла к супругу и твердо сказала, завтра нас здесь не будет. Трещина на фаянсе унитаза, уже кем-то использованный рулон туалетной бумаги, гвоздь, торчащий из поролона старого дивана, все это было перебором для ранимой души отпускника и без того уставшего с дороги. Не знаю, на что рассчитывают арендодатели, выкладывающие в интернете ложные фотографии заманухи, на то, что мы погрустим, но смиримся. Потрясение первого дня делает отпускника бойцом. Уже утром следующего дня мы оформлялись на ресепшн весьма фешенебельного пансионата «Высокий берег», оказавшегося в пешей доступности от места нашей первой ночевки. Он стоял на самом берегу моря, имел собственный пляж и изящный лестничный спуск к воде. Из просмотренных номеров мы выбрали лучший. Администратор, водившая нас по этажам, шепнула важно. Это правительственный номер для шишек из Краснодара. Мы охотно поверили. В люксе два санузла, гостиная, спальня, выходы на балкон, большой метраж, вся экипировка комфортной автономии. 2500 сутки без питания. Эта столь невысокая цена за высочайший комфорт могла нам счастливо выпасть исключительно в октябре, когда Анапа относительно малолюдна. Лишь в новых апартаментах мы, наконец, почувствовали релакс и начали день за днем открывать для себя прелести Анапы. В городе удивительно легко гуляется и дышится. Умные часы на руке мужа предписывают ему ежедневные 10 тысяч шагов. В Москве Игорь не дотягивал до нормы, а в Анапе перевыполнял ее. Каждое утро, выходя из высокого берега, прежде чем свернуть направо, мы делали небольшой левый крючок попить в соседнем бивете знаменитой местной минералки из живого источника. За целебной водичкой Анапской люди приходили даже издалека, а нам, везунчикам, до источника было лишь несколько десятков шагов. Потом мы шли в одну из кофеен. Старались посещать разные, чтобы оценивать уровень кофе в каждой кофейне. А, казалось, наивкуснейшие готовили в самой близкой к нашему пансионату. Медленные глоточки отменного кофе отлично энергизировали отпускные организмы. Об Анапских мационах. Для прогулок в октябре великолепны и центральный парк города-курорты, и его широченная набережная до самого маяка. Да и просто вся она поцеликом зеленая, по-умному вымощенная во благо пешеходов. Каждую пару-тройку тысяч шагов мы разбавляли свежими впечатлениями, понравился океанариум Немо, где бы еще с расстояния в 20 сантиметров мы и разглядели большого экзотического крокодила, не опасного из-за хитроумного ограждения. В одной из прогулок по набережной нас впечатлил размах цыганской свадьбы, неожиданно нарисовавшейся перед взором. Воистину, многолика Анапа для отдыхающих и тем хороша. Многоопционально, что ли? Мы и на велосипедах здесь нагонялись друг за другом, и на роликах. Все это легко взять на прокат прямо на набережной. Отлично развлеклись зоопарки с его мартышками, страусами, призабавнейшими попрошайками-енотами. Все разве упомнить? Мы, казалось бы, бывалые туристы, нигде больше на побережье не встречали столь щедро предоставленного общественного питания, как в Анапе. Путевка, не привязавшая нас жестко к какому-либо одному пищеблоку, и тут сработала в плюс. За 14 дней я и Игорь принципиально не пообедали дважды в одном и том же ресторане. Для отпускника целителен именно калейдоскоп впечатлений, сменяемость картинок, интерьеров, гастрономических вкусов. Тем быстрее восстанавливаешься от рутины московских будней. Мне, сушелюбу со стажем, понравилось японскому тайхаку. Душевно и вкусно отметились в простенькой, не каждый же день шиковать в бруквинах и коронах, столовой «Русский аппетит», где нам подали восхитительные, как дома, блинчики с мясом. Замечу, цены в кафе и ресторанах первой и следующих береговых линий ощутимо разнятся, даже в невысокий сезон. Чем дольше и вдумчивее изучаешь меню, тем меньше разочарований при дегустации и выше настроение на выходе. Кто сказал, что октябрь не для купания? У меня есть даже снимок, который, к сожалению, не передает геройскую температуру воды 18 градусов. И да, попробуйте возразить, мы герои. А если без шуток, холодно лишь первые 2-3 минуты после полного по шейку погружения. Потом кровь разогревается до такой степени, что мужества уже не требуется. Ни для выхода из воды по пояс, ни для полного выхода из моря. Об октябрьском солнце и теплых вечерах в Анапе. Осеннее солнце иногда капризничало с нами, то появляясь, то исчезая. Зато чаще случались безоговорочно солнечные дни, и тогда мы целиком размекали на скамейках зеленых анапских парков, быстро заряжаясь энергией светила, словно смартфоны от сети. А по наступлению таких же теплых вечеров мы совершали романтические, неспешные прогулки до набережной Дымаяка. Справа плескалось море, а слева, как на плацу ровненькой линейкой, нас приветствовали огнями бесчисленные санатории, пансионаты, отели и мини-гостиницы. При этом участники встречного и попутного променадов были склонны общаться, улыбаться друг к другу, шутить и откликаться на шутки. Здесь мы познакомились с почтенной, словоохотливой парой из Питера, переехавшей в Анапу уже на бессрочный отдых. Они рассказали о целой коммуне доброходов, закончивших трудиться, и переехавших сюда из разных городов России навсегда. Все они дружные между собой, мы задумались. Анапу для ПМЖ в золотом возрасте перспектива казалась свежей и заманчивой. Автор этого отзыва Ирина Нефедова и Игорь Нефедов из Москвы. Ну что, друзья, я надеюсь, была полезна эта информация. Как вам такой отзыв? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как лично вы отдохнули буквально совсем недавно. Давайте определимся в этом сезоне 2018 года. У нас в Анапе, может быть, Витязева. В общем, жду ваши эссе и лучшие три комментария, скажем так, появятся в следующем отзыве об Анапе. Если не сложно, укажите, пожалуйста, где отдыхали, как питались. Ну, в общем, примерно все то же самое, что будет интересно и другим подписчикам. В конце концов, и вас тоже обязательно услышат. Всем пока-пока. С вами была Светлана Азаровская из Анапы. До новых встреч. Если информация была полезной, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. Всем пока-пока.